Субтитры создавал DimaTorzok Этот период очень особенный и очень чувствительный И нам нужно подготовить себя к приближающимся праздникам Потому что это не игрушки, это не просто так И эти праздники не только для того, чтобы мы могли вместе сидеть и вкусать пищу Нам нужно понять глубину вещей от Бога У каждого слова, у каждого слова, которое Бог проговорит и пишет, есть огромное значение Обычно есть глубокое значение, которое связывает прошлое, настоящее и будущее Народ Израиля находится в периоде, когда он просит прощения у Бога Практически целый месяц перед праздниками есть этот период И каждый день есть молитвы о прощении и о помиловании И если наш народ весь вместе делает это, нет никакой причины, чтобы мы не присоединились и не делали это так же Есть также молитвы поклонения и благодарения И мы просто благодарим Бога за его святость, за его милость и за его милосердие В Псалмах есть такое место, где написано, остановитесь и познайте, что я есть Бог И это особенная время, чтобы сделать это Остановите эту жизнь и начать думать о Боге И познайте, что я есть Бог И слово познайте, ладад, это самое близкое, интимное слово, которое есть в Писаниях Наша жизнь становится все больше сумасшедшей и ритм жизни все растет и растет Если мы не заставим себя останавливаться, то нас это сумасшедшая захватит Нам нужно подумать о прошедшем годе Проверить себя Проверить наш дух и нашу плоть Довольно ли мы с собой И наши отношения со святым Богом В каком состоянии находится, в холодном, в гарячем или в теплом И пока мы живы, у нас есть шанс все поменять Мы поговорим сегодня в общем о праздниках Мы не будем вдаваться в подробности Потому что это то, что мы будем делать перед каждым праздником Но мы об этом периоде поговорим в общем И о том, что можно сделать Сейчас мы откроем второзаконие, 23 главу С первого по четвертый Левит, 23 глава, с первого по четвертый стих И сказал Господь Моисею, говоря Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних В которые должно созывать священные собрания Вот праздники мои Шесть дней можно делать дела А в седьмой день суббота покоя Священное собрание Никакого дела не делайте Это суббота Господня во всех жилищах ваших Вот праздники Господни, священные собрания В которые вы должны созывать в свое время Праздник или дата Это особенное время Или время праздника Или время праздничной будни И вся эта глава говорит о праздниках Господних И Бог говорит, что это праздники мои Я центр всего этого времени Это мое, и так я люблю это И первое, о чем он говорит Он напоминает нам о субботе Он говорит, что это особенный день Который я осветил И вот так я хочу вас видеть в этот день Потом он продолжает И начинает говорить про все праздники Но могу я Хочу сделать ударение на то, что Бог Очень ревнительно относится к этому периоду Он очень хочет, чтобы мы глубоко поняли этот период Потому что эти праздники Не предназначены для того, чтобы мы получали свое удовольствие Это тоже частично, но это не главная цель Мы готовим еду Мы накрываем красивый праздничный стол Мы приглашаем гостей Мы красиво одеваемся Это все очень здорово Но это не цель И это не центр Бог является центром И те изменения, которые мы проходим Это является центром И он эти праздники Называет Священными собраниями Есть значение Священных собраний Или это святость дня Какой-то определенный день свят И также в этот день нужно собирать Священные собрания и праздничные И это то, что имеется в виду Когда говорится священные собрания Я хочу к этому кое-что добавить Если мы посмотрим на праздничные На священные собрания Как на слова Слово здесь, которое переведено Как собрание Это Это призвание Это что-то, как ты кого-то призываешь Если мы поймем Значение праздничного созыва Мы можем призвать эту святость к себе Мы пригласим эту святость в свою жизнь И мы наполнимся этой святостью По заповеди Бога Потому что он заповедал нам Быть цветами Мы настолько иногда не понимаем Что Бог хочет от нас Согласно тому, что он написал Согласно тому, что он сделал Мы используем Вот эту дешевую теорию Что я свободен Я в благодати И мне не нужно во все это вникать Все это в прошлом Закон в прошлом остался Мы с Алиной недавно В форуме мессианском фейсбуке Видели такое интересное сообщение Один мессианский еврей Предлагает такое место Для отдыха Которое открыто так же в Йом Кипур И все это в том, что он не может И все это в том, что он может И все это в том, что он может И все это в том, что он может И столько прекрасных мессианских евреев Так обрадовались вообще очень сильно Хотят сразу забронировать Спрашивают, какая еда будет Конечно, каждый пусть делает Что ему вздумается Но это очень грустно и печально Мы знаем, что в мессианские форумы Они полны За ними следят Из организации И они очень Просто нравится им читать Вот эти вот Замечательные вещи И когда они читают это Они понимают Что когда мессианские евреи Говорят, что они часть народа Отправляясь на отдых И не соблюдая пост в Йом Кипур Очень понятно, что никакие Они часть не народа И невозможно этих людей Убедить Это все на уровне личного откровения Но мне кажется Это просто стыд и срам Когда Бог говорил К народу через Муша Люди очень боялись Вы помните, что народ сказал Мы лучше останемся здесь А ты иди туда Мы не можем приближаться к этой горе И я хочу Чтобы мы глубоко подумали И приблизились Именно приблизились к этому месту Чтобы мы захотели Приблизиться к святости К этому огню поедающему Чтобы мы не игнорировали Действия Бога Чтобы священное собрание Происходило в нас До праздничных собраний Продолжим бежать Векра 23, 24, 25 Леви 23, 24, 25 Скажи сынам Израилевым В седьмой месяц В первый день месяца Да будет у вас покой Праздник труп Священное собрание Никакой работы не работайте Принесите жертву Господу Очень важно Здесь Одну историческую вещь Напомнить В ктубе Ain't לנו Шемот לחודשים В священных писаниях Месяцы Неназваны Названиями Шемот Шел החודשים Шнху макрим Ахшава Иллюл Тишрей Векхуле Зе ба Метка Шел Бавел На месяцам Дали названия Позже Во время Бавилонского Пленения Тишрей Иллюл И так далее А здесь Мы видим Только Числа Первый месяц Второй месяц И так далее И мы здесь Пришли к празднику Роша Шана Который В священных писаниях Называется Праздником Труп Это очень важный праздник И он как врата Для остальных праздников Это никакой Ни новый год На самом деле Нам нужно Понимать Что этот праздник Это праздник Труп И я хочу Чтобы объяснить Почему это важно Когда мы говорим Про праздник Труп Это что-то Очень Святое И волнительное И сейчас Мы говорим Про шофар Когда мы Когда мы И ктанут Вы просто Представьте Что мы Взяли Что-то Святое Мощное Что Бог Дал нам И мы Просто Сократили Это до Таких Размеров Что это Очередной Стал Новый год Мы Желаем Друг К другу Чтобы у нас Был Классный Год Полный Удовольствий А для того Чтобы у нас Был Классный Год Полный Удовольствий Нужно Поиспользовать Бога В этом Направлении Это не то Что написано Это праздник Труп Когда мы Приходим Перед Цветым Богом И мы Приносим Жертвы И про Жертвы Мы сейчас Поговорим И так же Есть Значение Сотворения Мира Мы Заходим В 5000 784 Год И как я уже Сказал Праздник Труп Это Врата Для Гридущих Вещей Начинаются Десять Ужасных Дней Покаяния Когда мы Просим И молимся Чтобы Бог Прости Нам наши Грехи И готовим Свои Сердца К Дню Искупления И Это Трубление В шефар Пробуждает В нас Покаяние И мы знаем И мы знаем Что при Возвращении Мессии Иешуа Будет Много Трубить В трубы И почему В трубы Почему Шофар Потому что Корень Это Шин Пэй Рэйш И это Однокоренное Слово Для Улучшения Когда мы Слышим Звук Шофара Это Не для Того Чтобы У нас Муражки По Коже Побежали Нам Нужно Понять Что Чтото Великое Произойдет Что Нам Нужно Максимум Сделать Для того Чтобы Улучшить Своё Состояние Хотим Этого Или Нет Мы будем Приходить Этот Период Все Кто Готов К этому Периоду Все Кто Не Готов К этому Периоду Все Зайдут В этот Период Но Из Рассказа Каина И Авеля Можно Научиться Кое Чему Для Того Чтобы Как Правильно Зайти В этот Период Брешит 4 35 Бтие 4 3 5 5 Дар Господу И Авель Также Принес От Первородных Стада Своего И От Тука Их И Презрел Господь На Авеля И На Дар Его А На Каина На Дар Его Не Призрел Каин Сильно Огорчился И Поник Лицо Его Почему Каин И Авель Переносили Жертвы Мы Уже Про Это Говорили Нет Закона В Бытие 4 Главе Мы Не Будем Говорить Об Этому Потому Что Закон Был Всегда Просто Мы Его Не Видим И Каин И Авель Сделали Совершенно То Что Бог Им Заповедал То Что Не Было Мне Ясно Это Когда Они Это Сделали Написано Спустя Несколько Времени Если Мы Немножко Углубимся В Это Написано На Первой Неделе Третьего Юбилея Убил Каин Авеля И Забрал Из Его Руки Мазы На Первой Неделе Третьего Юбилея Убил Каин Авеля За То Что Бог Взял Жертву Превышения Авеля А Его Не Взял Когда Мы Если Мы Обратимся К Традиции Фарисеев Это Произошло На Сороковой Год А Книга Юбилеев Это Традиция Саддукеев И Неважно Здесь Они Именно Не Спорят Между Друг Друг Обе Группы Соглашаются Что Каин И Авеля В Р Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Когда Мы Читали Что Бог Заповедует На Р Ш 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 Они Повиновались Этой Заповеди Они Знали Что Они Обязаны Это Сделать И У них Нет Выбора Они Приносят Эту Жертву Потому Что Они Обязаны Это Сделать Но Их Сердце Их Внутреннее Состояние Отличаются И Написано Что Каин Который Захотел Принести Жертву Он Был Первым А Авель Просто Повторил За ним Но Его Сердце Было Другим Каин Он Принос Потому Что Он обязан Был Это Сделать А Внутри Он Зарвался Когда Бог Сказал Я вижу Что Ты думаешь Грихи А Тебе Нужно Над ним Владеть Он Сложным Образом Зашел В этот Период Праздников Вместо Того Чтобы Радоваться Заниматься Святостью И И Божьего Лица В этот Период Он Думал О том Как Он Убьет Своего Брата С Одной Рукой Он Приносит Жертву Господа А Второй Рукой Он Готовит Палку Для того Чтобы Убить Своего Брата А Авель Зашел С Радостью В этот Период Он Он Даже Не Знал Что Замышля От Его Брат Он Радовался Он Захотел Принести Жертву Богу И Бог увидел Их Эбоих И Оба Они Один Приготовил Себя Другой Нет Мы можем быть Как Кайн Или Мы можем быть Как Авель Мы можем Оставить Своё Раздражение Свои Проблемы Снаружи И Мы можем Призвать Святость Бога Заяти В Наши Сердца Или Мы можем Просто Действовать Автоматически О Ну Вот Все Так Делают Все Праздную Все Опастяться Я Тоже Буду Какая Разница Или Можно Сказать Я Уже Получил Спасение Все Эти Вещи Меня Интересуют Можно Делать И Так И Результат Будет Разный И Результат Мы Уже Читаем И Можем Понять его Поэтому Мы Сделаем Такой Вывод Что Роша Это Праздник Труп Который является Вратами Для Всего Этого Периода И Эта Возможность Подготовить Сердце Зайти В этот Период Мы Продолжим Читать Из Левита 23 Парк 27 32 22 23 27 22 22 22 Их Также в девятый день, седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас перед лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая-то душа будет делать какое-то дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, смиряйте души ваши. С вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. Очень-очень святой и очень важный день. Великая жертва. Мы, как мессиянский верующий, можем сказать, у нас есть эта великая жертва, Ишуа Мессия. Но мы продолжаем грешить. Мы дамолимся. Хузרים בתשובа каждый день. Но есть тот период, когда Бог заповедует, говорит, соблюдайте. Весь ваш народ это делает. Я хочу, чтобы вы были частью этого. Частью паста, для того, чтобы смирить вашу плоть. Пусть плоть страдает, пусть дух возвышается. Все это можно, то, все, что написано, можно делать во имя Ишуа. Но да, это делать. Паститься, не работать, приносить жертву. И в Пасух 31, написано в 31, это вечное постановление в роды ваши. Это не просто так это написано, не просто так говорит Бог. Есть заповедь, написано постановление вечное во все роды ваши. Азахан, амэн, и мы, нам остается сказать амэн, и поминоваться этой заповеди. И во всех праздниках, которых мы читаем, опять напоминается эта жертва. Есть, какая жертва? Есть жертва спасения. Есть жертва благодарения. Различные виды жертв. И можно сказать, у нас сейчас нет возможности такой. Но если мы продолжим читать Писание и думать, туда у нас есть возможность. Потому что Бог хочет от нас жертвы, постоянно. Римлянам 12 глава. Пасух 1 и 2. Первый и второй стих. Пасух 1 и 2. И Иешуа добавляет здесь жертва Богу, когда мы прославляем Его в истине. Все еще у нас есть возможность приносить Богу жертвы на повседневной основе. И возможно, эти жертвы не связаны со спасением. Потому что та совершенная жертва, которая связана со спасением, у нас уже есть. Но те жертвы, которые мы можем принести сегодня, Могут приблизить нас к Богу больше и ввести нас в Его святость. Корбан – это, в общем, המעмад, что мы делаем для Бога. Когда мы наши плотские желания возлагаем на Его жертвенник. Когда мы прекращаем делать грехи. Когда мы решаем посвятить время Богу. Иногда это очень легко, просто взять 10% от нашего заработка и положить в эту корзинку для пожертвований. Но иногда очень сложно взять наше драгоценное время и 10% положить для Бога. И написано, что Бог любит жертвы времени и благодарения. Когда мы жертвуем нашими собственными желаниями, когда мы становимся ревнителями по Богу. Написано, что эта жертва угодная Богу. Когда мы возносим Нему молитвы. Написано, что это как благовонное куриение, как аромат для Бога. Все это написано. Можно от всего этого все это проигнорировать и все еще получить спасение и прийти в рай. Но можно осветиться и жить качественной духовной жизнью. И мы сейчас приближаемся к последнему празднику. И мы также опять идем к Левит, 23 глава, с 34 по 37 стих. И скажи, сынам Израилевым, с 15 дня того же седьмого месяца праздник Кущей, семь дней Господу, в первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу, в восьмой день священное собрание да будет у вас. И приносите жертву Господу. Это отдаяние праздника, никакой работы не работайте. Праздник Сукхот, праздник Кущей, это праздник веры. Это прекрасное время для того, чтобы тренировать свою веру. Понять, что Бог, это единственный источник всего, что у нас есть. То, что произошло в Сукхот, в этот странный период. Люди сидели в шалашах. Олай его гешем, олай его изрух, я кушал эту сукху. Мог пролиться дождь, мог пронести сильный ветер и унести этот шалаш. Есть ухел, нет ухел. Иногда могла быть еда, иногда ее не могло быть. Это просто праздник веры. И нам, мы нуждаемся в этом празднике. И написано, что народ израильский очень часто грешил. Но только из-за одного греха они 40 лет ходили по пустыне. Какой грех? Как? Из-за греха неверия. Бог мог простить очень многое. Но Он не простил недостаток веры. Потому что это основа. Ты не можешь назвать себя верующим в Бога, и в то же самое время не верить и не доверять Ему. Поэтому, с одной стороны, это праздник веры. Которая требует веры и которая требует жертв. Но это очень пророческий праздник. Мы уже покаялись перед Богом. Наша вера уже возрастает. И эта пророческая суха очень важна. Потому что, опять-таки, будет великое трубление в шафар. И мы придем к Откровению. И мы сейчас откроем Откровение. 24. Со второго по четвертой стихи. Воскресе в Откровении не 24. 21 глава. 21 глава. Со второго по четвертой. Читать? И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим. Новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сескиния Бога с человеками, и Он будет обидать с ними, и они будут Его народом. И Сам Бог с ними будет, Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это очень великое священное собрание. Когда Иешуа возьмет скинию, или скиния шалаш, то же самое, и Он впустит в эту скуку всех, кто любит Его и верит в Него. После всего процесса праздника труп, и покаяния, и паста, все, кто выжил, все, кто претерпел, зайдут в скинию Господа Иешуа. И потом мы после скукута празднуем праздник Радость Тори. Мы празднуем Божье Слово. И то Слово, которое обрело плоть. И я на одной ноге вкратце рассказал вам про этот период, но я также призываю вас очень глубоко вникнуть и подумать про весь этот период дома. Потому что так же написано про это, что это только тень грядущего того, что придет. И иногда мы молимся, Господь, открой нам Твою волю. Написано, что это Его воля. Но мы иногда не знаем о чем мы молимся, но в Его Слове написано Его желание, Его воля. Когда мы начнем исполнять то маленькое, что заповедано, мы также придем к более великому. И если это важно ему, это должно быть важно нам. Аминь. Давайте мы постанем и помолимся. Это было немного длинно. Но мне кажется, это важно. Дорогой Господь, мы прославляем Тебя. Мы хотим готовить себе и свое сердце к тому, что должно быть к периоду твоих праздников. Ты сказал, что это Твои праздники. Мы хотим также сделать их своими праздниками. Мы хотим возревновать. Мы хотим поминоваться. и мы хотим прикоснуться к этой святости. Потому что без святости мы не увидим Тебя. Помоги нам, Господь. Прости нас, Господь. И помоги нам измениться. И мы хотим улучшиться. Как сами по себе. Как наша семья. Как овщина швейцьон. Помоги нам немножко меняться всем. Помоги нам приходить к Твоим откровениям. Будь, пожалуйста, центром всей нашей жизни. Мы благодарим Тебя за праздники, которые Ты дал нам. и мы также провозглашаем что это важно и нам. И наполни нас Твоим присутствием. Духом Святым. Духом мудрости и откровения. Чтобы мы представили Тебе сильную армию для Твоего Царства. Чтобы ты любил использовать каждого из нас. Благодарим Тебя Ишуа. Аминь.